здравствуйте друзья 7 ноября 2018 года вчера проходили выборы в стране так называемый mid terms эти промежуточные выборы и на этих выборах много чего приключилось но если при всей много плановости так сказать произошедшего вопрос сформулировать так вот допустим одна вещь которая была самой главной одна но самое главное кардинальное какое-то изменение в жизни страны значит это одна единственная вещь состоит в том что у нас прекратилось правление однопартийное и теперь у нас есть одна палата за республиканцами другая палата теперь уже стала за демократами и еще есть президент республиканец но раньше они все три были республиканские а теперь вот палата представителей стала демократической соответственно принять не ни один закон не может быть принят без того чтобы демократическое большинство тоже проголосовала за вот этот закон то есть из такого состояния когда договариваться нужно было республиканцам только самим с собой и это это плохо очень у них получал но сейчас уже такой такой роскоши у них не будет они должны будут договариваться с другой партией и совершенно непонятно как в новой вот этой вот реальности как они как у них чего получится но тема сегодняшнего вот этого разговора состоит в том что мы смотрим на иммиграцию и на green card лотерею то есть грубо говоря так каким образом результаты выборов скажутся на ближайшие два года до следующих выборов на ближайшие два года как они повлияют на отмену или не отмену лотерея green card и в целом на иммиграционную политику значит существенно что никаких законодательных актов в отношении иммиграции за те два года когда администрация трампа могла бы это достаточно легко сделать она не смогла значит и не не сделала дальше у них практически такой возможности уже не будет то есть если раньше они могли сделать сами и как мы знаем они ничего не смогли сделать то дальше сами они не смогут ничего они должны с демократами договариваться и я не знаю и никто не знает как поведет себя вот республиканская верхушка и президент в том числе с точки зрения того насколько они в состоянии с кем бы то ни было договариваться то есть пока что никаких таких признаков неспособности договариваться не желание договариваться у них не было то есть они не демонстрировали этого ни в каком виде то есть может быть она и дальше так получится если они будут точно также продолжать как бы свою неспособность к договоренностям то соответственно это гарантия того что ничего не произойдет как законы не изменились за первые два года президентства трампа точно также они не изменятся и последующие два соответственно у нас будет и green card лотерея и все те же правила там и но все ну вот просто все то есть ничего не произойдет с рабочими визами ничего не произойдет с семейной эмиграции которые хотели отменить там до чтобы мы не могли здесь вот скажем привозить родственников не знаю родителей братьев сестер там и так далее вот это все остается как бы так как было то есть ничего не меняется и скорее всего скорее всего но мы не знаем ничего и не изменится вот может быть ситуация другая может быть ситуация такая когда как бы желание что-то сделать с одной стороны присутствует с другой стороны возникает новое понимание реальности в которой надо договариваться может быть им проще договориться сесть то есть когда будет консервативно консервативно умеренное большинство обе партии имеют большинство умеренно и и демократы и республиканцы большинство членов конгресс это умеренные то есть умеренные с двух сторон могли бы легко договориться то есть никаких проблем у умеренных нет чтобы договориться но есть экстрим который не пускают поэтому вот может быть они смогут мы этого не знаем не знает никто если они смогут то это повлияет скорее всего на лотерею green card в первую очередь повлияет но не то смысле что там совсем чего-то грохнут а в том смысле что как-то это трансформируется вот эти 50000 виз они трансформируются в какой-то другой канал то есть вот мне не таким образом с таким образом но мы не знаем но правда как как знать не знает никто просто как бы мы смотрим на карту и говорим на карте произошли перемещения и вот эти перемещения таковых что осуществить наезд на существующую иммиграционную систему да а это именно то что хотели сделать то что хотел сделать буш и вот буш трамп и его сторонники вот это становится сложнее да если раньше они могли просто так напрямую пройти то сейчас напрямую они пройти не могут какие-то маневры совершать посмотрим в общем им им стало сложнее то есть как бы для тех кто хочет чтобы лотерея green card оставалась на месте значит это как бы в их пользу то что произошло на выборах вчера то есть это это укрепляет лотерею укрепляет ее позиции вот все остальное мы посмотрим так что я наверное больше не буду ничего на этот счет говорить а просто скажу что сдвиг позитивный в отношении того чтобы лотерею не отменяли счастливо